Дятлова, вы обратили внимание, что у него что-то кровь течёт, сочится? Нет, нет. Идеальная работа врачей. Чуть-чуть подклеили клеем БФ. И главное, что он сам сказал. Я в любом случае выйду на ринг. Начали. Вы знаете, мне рассказывают, что человеческий организм это вообще конструктор. Аккуратно, ребята. Ай-яй-яй. Александр Носик идёт прямо вперёд, сразу же, сначала. Вот же голову. Носик начинает очень быстро. Вам не кажется, что Носик рискует, ну, как-то устать слишком рано? Да, именно это я и хотел сказать. Но тут же Дятлов перехватывает атаки и заканчивает их. Стоп, 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 стоп. Можно ли, Кирилл, можно ли бить боксёра в бок? Можно ли? Это запрещенный удар или разрешённый? В бок, если в печень, то, пожалуйста, бейте сколько хотите. Подавляющее преимущество Дятлова. Дятлов попадает один, второй. Вы видите боковые удары. Прижимает Носика к канатам. Носик опускает голову слишком вниз. Второй раз ему делает замечание. Нельзя, это опасно. Михаил Мамаев таким опасным движением головой рассёк Дятлову бровь в предыдущем бою. Так, так, так. Носик высоко держит руки. Чувствуется, занимался когда-то каким-то другопашным боем. И чем в этом роде. Но Дятлов проводит удар с дистанции. Попадает. Очень идёт. Размен ударами. Это называется обмен ударами, в котором, кстати, Дятлову тоже досталось. Один раз. Очень прилично. Поверьте, ребята. Поверьте. Ещё прямой удар с дистанции. Носика проходит. Правда, по-моему, Саша закрывает глаза. Мне кажется, очень несправедливо, что зал скандирует Носик. Зал поддерживает Носика, потому что тот вступил в проект позже. Понимаете? Он как бы автоматически стартовал с одним поражением. А сейчас у него два. Ой, второй раунд. Очень внимательный рефери Юрий Копцев. Полегче, ребята. Поаккуратнее. Вот опять, вот опять. Евгений защищается как-то, да? Нет, это пока так присматриваются друг к другу. Ещё никто активно действий начал. Носик получив навстречу несколько сильных ударов, так сгиб на дистанции. Уже поосторожнее. Пытается так дёргать. Делает опасные движения влево-вправо. Дятлов всё видит. Кирилл, что касается длинных рук, у них они почти одинаковые, да? Я не мерял. Видите, через руку носик попадает один раз. Дятлов расхердился, идёт контратаковать. Справа так дыряет, дёргает, показывает, если буду бить по туловищу. Для того, чтобы соперник руки опустил. И тут же пытается правой с дистанции ударить Дятлов через руку. Но пока не очень получается. То есть задача ещё делать обманные манёвры, чтобы противник запутался в намерении, да, я так понимаю? Ну, естественно. Для этого и движение рук, обманные финты, и движение корпуса, и передвижение. Дятлов носит первый бой третьего дня проекта «Король ринга». Беспрецедентного, феноменального. Александр носик пытается атаковать с дистанции опять свой прямой правый. Чувствуется, что он немножко подустал. Немножко не хватает ему физической подготовки. Видите, как он стал заметно тяжелее двигаться. Он застаивается. Чуть-чуть остановился. И тут же с дистанции прямой правый Дятлова достигает цели. Вот почему говорят, что в боксе очень важны ноги и дыхание. Одни силы, одной силой ударов ничего не сделаешь, стоя на месте. Навстречу пропускает носик удар. Он идёт, идёт, пытается идти вперёд. Посмотрите, Александр носик он слева, Дятлов справа. Потом всё-таки есть уже выигранный бой, понимаете? Вот вы бы эту усталость от трёх раундов по полторы минуты сравнили бы с чем? Разгрузить его с кроссом километров в тридцать. Начинается жёсткий размен ударами в мексиканском стиле. Это напоминает мне Артура Катти, человека, пец, абсолютно без страха и упрёка. Почему судья остановил сейчас бокс? По-моему, они просто хватили друг друга. Смотрите, какой размен носик абсолютно не уступает. Молодец. Ну что, это тоже бокс. В ближнем бою обменяться ударами только мужики настоящие способны на это. Это клинч, это клинч. Похоже. Дистанции носик готовит атаку. У Дятлова высоко поднятые руки, слева Дятлов. Пять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, семь. Беспорядка? Беспорядка? Не в порядке? Копцев останавливает бой. 46 секунд третьего раунда. Техническим нокаутом победил Евгений Дятлов. Евгений Дятлов! ДИНАМИ! ДИНАМИ! Продолжение следует...